Это программа День с толком. В студии София Яценко. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Шины, диски, комплектующие. Какую сельхозтехнику представят от Алтайского окраина дне поля и каковы перспективы отрасли? Производственников ждут. Алтайские предприятия остро нуждаются в инженерах. Но есть ли для них бонусы при поступлении в ВУЗы и что готовы предложить им заводы? Перекресток с плохой репутацией. Где в Барнауле появился новый светофор? В Угловском районе края лесной пожар уничтожил более 3000 гектаров леса. Спустя несколько дней спасатели локализовали пожар. Однако они продолжают работать на месте. Отдельные очаги возгорания все еще сохраняются, хотя угрозы населенным пунктам уже нет. В пострадавшем от огне районе сейчас работает и моя коллега Валентина Аскерова. Передаю ей слово. Мы находимся в Угловском районе в селе Лаптифлок. Здесь три дня бушевала стихия. Огнеборцы сражались с огнем. И вот сейчас рядом со мной находится начальник пожарной части Владимир Лукванович Тургумбаев. Он готов рассказать подробности. Владимир Лукванович, расскажите, вот что здесь было и какая актуальная информация на сегодняшний момент по пожарам? В результате сухой грозы было возгорание в лесном массиве. Пожар перешел в Верховой. Была угроза перехода лесного пожара на населенный пункт Лаптифлок. Угроза на самом деле была очень реальная. Пожар подошел буквально до 50 метров до жилых строений. Но ни одно жилое строение, как и население, не пострадало. Работали примерно до 2-3 часов ночи. В полпятого утра проводилось оперативное совещание в штабе. То есть в 4 приходили в полпятого совещания. То есть в 5 часов подразделение уже им был определен район, где каждое подразделение будет работать. Видимость была практически нулевая. Ну, я вам скажу, солнца не было видно. А что осложняло работу потушения? Потушение осложняло. Это прежде всего сильный шквалистый ветер. И в тот день температура доходила до 44 градусов. Это тяжело. Сегодня объявили локализацию. Вот какие чувства у спасателей, вообще у всех здесь присутствующих? Прежде всего чувства усталости, но и чувства радости. Потому что все-таки мы справились, победили. По словам мужчины, площадь пожара составила более 3000 гектаров. Добавим, ранее еще одно крупное возгорание в Михайловском районе уничтожило лес на площади более 600 гектаров. Что касается Угловского, то для тушения огня воду пришлось брать в гидранте, емкости в лесхозе, двух скважинах и озере. Но расход был таким, что иногда за водой стояли в очереди. Добавим, в тушении пожара задействовали даже самолет-амфибию МЧС России. Более подробную картину с места событий Валентина Аскерова представит в следующих выпусках. Пострадавшим от стихии в Михайловском и Волчихинском районах выплатят материальную помощь в размере 27 тысяч рублей на каждое домовладение. Об этом сообщил Виктор Томенко во время оперативного совещания. Напомним, накануне на село оброшился ураган с градом. В селе Назаровка Михайловского района крыши, покрытые шифером в больших дырах. Ремонт кровель будет, пожалуй, самой расходной частью для пострадавших. Ну и на некоторых машинах придется менять стекла. Они или разбиты, или в трещинах. А стеклянные окна в домах превратились в осколки. Так сейчас выглядит местная школа. Первый этаж школы. Это второй этаж. И там такая же песня. Крыша тоже побитая. В школе все бежит. О гибели крупного рогатого скота, который пасся в это время, пока не сообщают. Хотя владельцы фотографируют кровоподтеки на шерсти коров. Известно как минимум об одном человеке, у которого градом убило нескольких куриц. Про посадки в огородах жители сел предпочитают не говорить. Все смято. Виктор Томенко порекомендовал на местах ускорить работу комиссии по оценке ущерба. Управлению ПАГОЧС поручено содействовать муниципалитетам в ликвидации последствий. А Минсельхозу края подумать о разработке мер по поддержке пострадавших сельхозпроизводителей. Уже завтра в Алтайском крае начнутся дни поля. Крупнейшее агропромышленное мероприятие страны, главные экспонаты которого – сельскохозяйственная техника. Представить свои машины на алтайской площадке стремятся производители из разных регионов России, в том числе, конечно, и нашего. Накануне масштабного межрегионального форума мы решили узнать о том, каково в крае сегодняшнее состояние и перспективы отрасли сельхозмашиностроения. Об этом моя коллега Анастасия Дороган спросила у министра промышленности края Вячеслава Химочки. Передаю слово Насте. Сельхозмашиностроение в региональном Минпроме считают локомотивом алтайской промышленности. Представляет эту отрасль около 30 предприятий. Они в совокупности производят 20% от всего объема промышленной продукции края. И цифра может и должна вырасти, считает министр. Спустя 4 месяца после введения санкций предприятия отошли от шока, перенастроили логистику. По словам министра промышленности края Вячеслава Химочки, опасения не оправдались. В единице готовой продукции более 80% именно то, что они делают своими руками, они возят откуда-то извне. Хотя в первое время были трудности откуда ввозить гидроцилиндры, например. Раньше их возили из Европы, Италии, другие страны. Переориентировались на страны Азии. Шины, диски, комплектующие эту продукцию на 80% мы производим сами. Что касается ее сбыта, то и при закрытой Европе заинтересованных в нашей продукции нашлось немало. Это Беларусь, Казахстан, страны Азии, разные регионы России. Специалисты поясняют, определенную роль в высоком спросе нашей техники играет близость с заводоизготовителя. Новинки производственников, по словам министра, аграрий внедряют активно. На предстоящем дне поля каждый восьмой экспонат – новинка того или иного завода. Особое внимание сельхозпроизводителей приковано сейчас к гусеничному трактору «Борнаулиц». А всего техники – 130 экспонатов. Будут представлены тракторы, посевные комплексы, бороны, плуги, шины, колесные диски и другое. По 2021 году, пройдя все пандемийные периоды, у нас отрасль сельского хозяйства увеличила объем производства в денежном выражении на 60 с лишним процентов. И останавливаться на этом не собираются. В отрасли большие планы. По словам Химочки, сейчас разрабатывается большой проект по производству тягачей. А в планах также открыть в Борнауле, вслед за Рубцовском, свой технопарк. Технопарк, по сути, это новый завод. Вот это представляете? 13 тысяч площадей свободных, которые будут заняты производителями. То есть это оборудовано полностью станками современными, площадка. Станки относятся к коллективному доступу. То есть все резиденты, которые будут на этой площади располагаться, они имеют доступ к этому оборудованию. Как сообщил министр, в ведомства уже поступают заявки от потенциальных резидентов будущего технопарка. Формат оказался востребованным. Ведь какие-то компании станут подрядными, а головное предприятие увеличит объемы производства. Ну а сами агрегаты и новинки сельхозмашиностроения, напомним, можно будет посмотреть уже завтра, 29 и 30 июня. В крае пройдет большой агрофорум «День поля». Около 100 сотрудников Барнаульского патронного завода могут сократить из-за санкционных ограничений. Об этом во время пресс-конференции сообщила начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура. Мы апеллируем только теми официальными данными, которые подает нам работодатель. На сегодняшний день от Барнаульского патронного завода к высвобождению планируется 98 человек. Не более. Как будет складываться ситуация в последнем, мы увидим, исходя из той информации, которую будем получать непосредственно от работодателя. Капура также отметила, что ситуация на заводе находится под пристальным вниманием. Там создан консультационный пункт Барнаульского центра занятости. Ведется индивидуальная работа с каждым сотрудником, который может попасть под сокращение. Принять их готовы 10 предприятий края. Недавно на патронный завод приезжал руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков. Он общался с руководством предприятия и готов обговаривать на федеральном уровне моменты, которые необходимо решать, чтобы завод в дальнейшем работал и не сокращал кадровый состав. В целом же, отметила Надежда Капура, массовых сокращений на предприятиях края не ждут. По словам начальника по труду и занятости населения, в простое сейчас находится 270 человек. И этот показатель не превышает средних многолетних значений. Предприятия России и Алтайского края остро нуждаются в профессиональных кадрах. Особый спрос на инженеров и IT-специалистов. Обострилась ли ситуация из-за введения антироссийских санкций или она зрела в течение последних лет? И как планируют ее решать? В нашем видеосюжете. На Бурнаульском заводе «Ротор» говорят, что долгие годы на предприятии не обновлялся инженерный состав. И среди профессионалов своего дела остались в большей степени люди возрастные. Приходит время, кто-то уходит, меняется. И более того, появляются новые темы и технологии. Например, информационная безопасность, цифровизация производства, перевод всех технологических процессов в цифровые компьютерные системы специального назначения. Это, конечно, накладывает особые требования к знаниям и возможности мобильно реализовать свои компетенции. Со всем этим гораздо легче справляется молодежь. Поэтому на предприятии ждут именно молодые кадры выпускников вузов. Тем более, есть свой технический. Инженеров и IT-специалистов здесь готовили всегда. Нынче увеличили число бюджетных мест. Сейчас их только в головном вузе без учета филиалов 1124. В этом году всей обстановкой международной, проведение специальной военной операции, правительство приняло решение распределить дополнительные места, правда, уже в магистратуру по инженерным, именно, подчеркиваю, направление подготовки. Нам выделено плюс 122 бюджетных места. Тем временем представители завода «Ротор» сообщили, что только на их предприятии сейчас 15 вакансий инженеров разных профилей. С зарплатой от 32 до 35 тысяч. Для новичков вполне приемлемая. К слову, инженеров и IT-специалистов не хватает многим предприятиям края. Да и вообще, производственников ждут. Если там взять на сайте свежий инфорам, 5870 человек сегодня требуется промышленности для производства, производства работников. Это все есть, на сайте все прописано. И конкретно нас просят, и вот почему я говорю, что конкуренция рабочей силы, что идет перетягивание там всяческое. И вот каждый сейчас старается улучшить свой пакет, чтобы в конкурентной борьбе удержать свой персонал. Что касается желающих учиться на инженеров, то, как заверили нас в техническом вузе, абитуриенты идут активно. И выпускники школы, и колледжи, и более зрелые люди, планирующие получить новую специальность. Только останутся ли они на алтайском производстве – вопрос. А вот уровень подготовки инженеров и отечников вопросов не вызывает. В том числе и у абитуриентов из-за рубежа. Я уверен, что здесь готовят хорошие специалисты. И еще здесь у вас есть хорошие и опытные преподаватели. Буквально сегодня министр образования и науки России Валерий Фальков подчеркнул, что у высшего инженерного образования сейчас новая реальность. Так что выбирая инженерную профессию, и в России в перспективе можно работать и жить обеспеченно. Так ли это – покажет время. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Ночусь в контракте начали ловить нарушителей с помощью коптера. Техника позволяет зафиксировать нарушения при обгоне, в частности, выезд на встречку через сплошную. Наша съемочная группа сегодня выехала на трассу Биск-Барнаул, чтобы узнать все подробности. Коптер МЧС вылетает на охоту за нарушителями. Трасса Барнаул-Биск. С высоты птичьего полета видно всех, кто пересекает сплошную. Первым попался водитель на новосибирских номерах. Теперь мужчине грозит штраф до 15 тысяч рублей или лишение прав до полугода. 237-й километр, Р-256. Да, согласен. С нарушением согласен. Сотрудников ГАИ, как правило, видно и издалека видно. Плюс другие водители нередко сообщают о нахождении поста ДПС. Водители, конечно, не ожидают такого поворота, скажем так, событий. Но они реагируют в целом нормально. Понимают, осознают то, что они нарушили. Потому что есть видеозапись самого нарушения. Сделать трассу безопаснее можно не только с помощью коптера. Как нам пояснили в Уппордор-Алтай, на федеральной дороге увеличивают сплошную линию, устанавливают камеры и знаки, запрещающие обгон на местах с плохой видимостью. Но самой эффективной мерой все-таки является расширение Чуйского тракта. В текущем году на 17 километрах уже введены участки четырехполосные. На 28 продолжаются работы. На 32 в текущем году будут начаты работы по расширению Чуйского тракта. Кстати, 70% всех аварий на Чуйском тракте происходит при нарушении правил обгона. В прошлом году на федеральной трассе произошло 143 ДТП. Погибло 36 человек. За пять месяцев этого года уже 15 человек. Если такая статистика не пугает нарушителей, то хотя бы штрафы и лишение прав может остановить от опасного обгона. Ведь кто знает, когда именно над вами пролетит коптер. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле перекресток с плохой репутацией станет безопаснее. Речь идет о пересечении улиц Горького и Гоголя. Сегодня там начали устанавливать светофоры. На перекрестке часто случаются аварии. Последнее ДТП произошло ровно две недели назад. Как нам пояснили в ГИБДД, если в течение года на участке происходит хотя бы три аварии с пострадавшими, это место уже считается очагом аварийности. Ранее в мэрии сообщали, что установка одного светофорного объекта в Барнауле стоит полтора-два миллиона. Каждый год бюджет позволяет поставить лишь четыре-пять светофоров. В этот раз очередь дошла и до перекрестка Горького Гоголя. И еще одна новость на тему организации дорожного движения. Барнульцы устали скидываться на ремонт чужих машин. Дело в том, что вдоль двух пятиэтажек на улице Молодежной городской комитет по благоустройству обустроил парковочную зону. Водители обрадовались, но ненадолго. Шквалистый ветер в непогоду ломает ветки деревьев, которые падают на припаркованные машины. Многотысячный ущерб ложится на плечи жильцов. Почему так происходит и кто все-таки несет ответственность за парковку, построенную, как выяснилось, с явными нарушениями? Выясняла Валентина Аскерова. У меня астма, у меня сердечная недостаточность, дышать нечем. Я не могу открыть балкон от машин, но невозможно от них дышать. Корень зла – парковка у дома. Обустроили ее два года назад. Местные жители долго добивались ответа на вопрос, кто ее создатель. Прокуратура Октябрьского района внесла ясность. Парковочные знаки установлены по поручению комитета по благоустройству краевой столицы. Причем, как пишет ведомство, с явными нарушениями. От дома по нормам должно быть минимум 15 метров. А у нас от стены дома, вот здесь, 8 метров. Можете себе представить? И люди дышат, ну окошко не открывают, они постоянно дышат. Когда строили эту парковку, у людей забрали часть тротуара. Вместо 4 метров осталось всего 1,80 метра. Но это еще полбеды. Когда на тротуар заезжают машины, у людей остается всего 1,30 метра. И тогда жителям ничего не остается, как вспомнить детскую игру «Паровозик». И идти вдоль улицы гуськом. Вот там заканчивался тротуар. Его сократили нам, и получился у нас не тротуар, а дорожка велосипедная. По словам местных жителей, парковкой даже не они пользуются, а многочисленные сотрудники здания напротив. Для удобства сотрудников, по словам местных жителей, даже установили знак пешеходного перехода, чтобы припарковавшись, люди, спокойно, не нарушая правил ПДД, шли к своим рабочим местам. Его никогда здесь не было. Буквально он появился вот две недели назад. И все для удобства. Вон там знак перехода стоит, на перекрестке. Можно им воспользоваться, но, однако, все-таки, все для удобства. Кстати, вопрос экологии и узкопешеходной зоны – еще не все проблемы парковочной зоны. Из-за нее жильцы пятиэтажки вынуждены скидываться на ремонт авто, если то в случае стихии пострадало от падения дерева. Прецеденты уже были. В прошлом году жильцам пришлось отдать 150 тысяч на ремонт чужой машины, а не своей пятиэтажки. В этом году история, скорее всего, повторится, уверены люди. Сейчас машина более дорогостоящая. Сейчас нам уже более 300 тысяч грозит возмещение ущерба. Упала ветка с нашего дерева. Был ураган, и ветка обломилась тополя. Это хрупкие деревья. И упала как раз на парковку, которую дорожные службы сделали неправомерной. Деньги будут сняты по суду, говорят представители УК. Скорее всего, со счета, на который стекаются средства на текущее содержание дома. Почему обычные люди, которые даже не пользуются парковкой, вынуждены отдавать деньги в карман чужим людям, да еще и терпеть массу неудобств? Официальный запрос с этими вопросами мы направили ответственным лицам в Комитет по дорожному хозяйству. Как только будут даны разъяснения, продолжим тему. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Полмиллиона юных девушек и парней живет в Алтайском крае. Отпраздновав День молодежи, в Краевой столице наградили лучших из них. Особенно отличилось молодежное правительство. Это лица второго созыва. Будущие депутаты получили свое первое удостоверение. Теперь двери Краевого правительства для них открыты. И это, кстати, на руку. Проект молодежного правительства по сортировке вторсырья сегодня пора выводить на новый уровень. А соглашение с Союзом сельской молодежи реализовывать в жизнь. Как это будет, пока в секрете, но первый шаг сделан. Глеб Савинцев, молодой глава, открыт к диалогу и ничего от СМИ не скрывает. Долгожданный, очень приятный. Наконец у нас будет возможность свободно, напрямую, приходить в органы власти и задавать интересующие нас вопросы, предлагать наши инициативы. Ну а на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok